Заходите к нам на огонек Здравствуйте дорогие друзья, ну в общем-то Христос воскресе, Христос воскресе, поистине воскресе Вот такая традиция, дорогие аргентинцы, мы празднуем нашу Пасху православную Вчера это у нас был такой красивый ночной ход у нас, крестный ход идет по ночному в Буэнос-Айресе во всех странах Вчера мы начали с программами с Трис Бесос, где мы говорим «Христос воскресе» И я отвечаю, который говорит, «Христос воскресе» И я отвечаю, «Христос воскресе» И я отвечаю, «Христос воскресе» Это наш, когда поносит Христос, и входит крестный ход вокруг этой церкви Это происходит ночью, останавливается ночью Это происходит ночью, останавливается ночью Это очень торжественный процесс, как мы идем со свечами, с крестом впереди, поем И как заводят, потом как целуемся Они очень им нравятся, многие комментарии В многих церквях на улице Бульнес И так как нет, это все, когда она не стоит отдельно Она абсолютно не стоит И на улице Балестра И на улице Балестра Это большой праздник и мы поздравляем всех православных с нашей Пасхой. Ну, программа у нас продолжается и хотелось бы, как всегда, по традиции, поблагодарить всех, кто участвует в создании нашей программы. Безусловно, давайте это сделаем, наверное, с нашего графического дизайнера Анны Андерсон, которая тоже делает огромную часть работы и хоть не присутствует на программе, мы, конечно же, об этом помним всегда. Анна Андерсон, нас estamos saludando, diseñadora и productorа del программа. Hace mucho no la vimos acá, que la tenemos que invitar nuevamente. Анна, это было в программе. Это было в программе, мы должны быть пригласить, и мы ее это вот. Мы должны слушать, а мы сейчас пригласим на программу, мы с тобой снова побеседуем, para que la conozcan. И, конечно же, она не только у нас, конечно же, режиссер и помощник. Она еще и великолепная певица и музыкант. Ака abajo tiene su página de Facebook, eva.кат.рабаба. И электронная певица. И мы получим эту помощь, эту помощь, чтобы сделать свой проект, потому что он очень красивый, очень романтический, очень разный. И очень актуальный для сегодняшнего времени. Да, и сегодняшнего дня очень актуальный, потому что проект этого сценария, который он сделал, очень хорошо для Аргентины сегодняшнего дня. Итак, поблагодарим нашего стилиста Викторию Пивоварчук, которая всегда создает нам необыкновенные и старается это делать по-разному совершенно. Наши стили сегодня более такие яркие какие-то, на прошлой программе более романтичные, и каждый раз старается нам что-то сделать разное. Вот, и за это мы ее очень благодарим. И тоже рекомендуем обращаться к ней на страничку в Facebook, и заглядывайте на Instagram. И обращайтесь, пожалуйста, она всегда, как специалист, вам поможет и в создании стиля, и в поддержании потом уже. Tenemos nosotros, le agradecemos a стилиста Виктория Пивоварчук. Nos dijo, de que va, ella, bueno, tan lindo hace el cabello de Nona, después todo el maquillaje que realiza, o sea, hoy llegó a hacerlo también mi maquillaje. Lo va a traer una otra persona más, que es una amiga de ella, que también es estilista. Она нам пригласит еще одного человека, и они сделают, наверное, мастер-класс на нашем огоньке. Да, будет очень интересно, интересная, да. Она говорила сегодня, что у нее есть договоренность, значит, тоже делать это, макияж, и, в общем, они совместно, вместо с прическами, с макияжем, сделают такой мастер-класс у нас на программе. Здорово, будем ждать обязательно этого. Ну, и, конечно же, мы благодарим Еву Фомину в создании репортажей, и братьев Анна и Тетан, Марио и Родольфа, которые всегда, вот, благословно к нам относятся, и за счет того, что мы приглашены в их студию, у нас все происходит, видите, как бы, замечательно, регулярно, вот, выходят наши программы. Спасибо, конечно же, безусловно, этим братьям. Ну, крайне спасибо. Спасибо за нашу программу. steятanka сКО, Затем, делая, глядя, бастиевая, plainregи д ["�, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вот, пожалуйста, обратите внимание на то, что этот продукт полезный очень и здесь он продается в Аргентине совсем в другом виде. То, что вы видите, вот эта пачечка, она как раз содержит гречную укропу, к которой мы привыкли, она очень вкусная, питательная, полезная и для вегетарианцев. Очень большое количество минералов. Да, да, да. Да, да, да. Напоминает, что в первую очередь нам нужно вспомнить то, что прошел буквально вот в эту субботу прошедшую 13-я конгресса. 27 апреля, это программа? Нет, это 13-я конгресса организации российских соотечественников в Аргентине. Вот, Ильяна сейчас немножко два слова скажет, что было на этой конференции. У нас есть видео, мы можем параллельно как раз таки посмотреть видео. Анастасия российских соотечественных соотечественных соотечественников. которые связаны с нашим диаспорам. То есть, из-за культуры, из-за спортсменов, из-за языка, то есть, все организации, которые дают все, что мы, и эти организации, которые уничтожили, и они, hace 13 лет, в одной одной организации, и каждый, по-своему, дают все, что они могут. Есть артисты, есть танцы, есть балерин, есть организации де жуков, и эти организации, сегодня, по-своему, рефлея, что мы, мы. День 27, субботу, в субботу, в субботу, в субботу, в субботу, в Супара, как уже не было первое, я думаю, что в 3-е годы, в субботу, в субботу, в субботу, в субботу, в субботу, из-за нивинаancing, а также какую-то съемку, по-субботу, очередное второе, в prat holds и уleo, в Zeiten 점и,• р situation с русалами, ев móслорами и рус influenza, и граждане на esosGMиях, И другой тема очень важный, что это контрарестные и негативные и плохие, которые имеют в отношении нашего страны, в нашем мире. Продолжение следует... ...en realidad, o sea, que no son reales, son negativas hacia nuestro país y nos pidió a toda nuestra colectividad para que nosotros contrarrestemos un poco con nuestra participación. Por lo menos decir, bueno, eso no es cierto y decir las cosas, manifestarnos como nosotros nos sentimos cuando sentimos algo que están atacando nuestro país y realmente no es así. Entonces, bueno, llamó la atención y llamó a trabajar en ese sentido. Así que acá estamos un poco con una entrevista que hicimos unas palabras que nos dedicó a nuestro programa, Anaya Gagnok, señor Friartista, el embajador. Y acá estamos viendo cómo se dirige el nombre, el primer nombre, o sea, el más importante hombre de iglesia, Arca Ortodoxa Rusa en Argentina. Y también un poco manifiesta desde su lugar, desde la iglesia, el amor a su patria, el amor hacia su diáspora y todo lo que pueda apoyar conjuntamente con el apoyo del gobierno, de apoyo de la embajada, apoyo del consulado, de todas las organizaciones, de la Rosa Trudnich, esta es la casa de Rusia, como decimos nosotros, a nuestra colectividad. Y todo lo que se hizo y todo lo que hay lineamientos para hacer próximamente, este año, hasta el próximo encuentro nuestro, y todo lo que van a apoyar y del trabajo que hacen cada una de nuestras organizaciones por separado en su conjunto. Es decir, todo lo que yo dije en español, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, lo sé, no te hablaras en español. No, yo creo que esa diáspora es una de nuestras propias respuestas que entendemos con el autóctrón de una de las preguntas. Es decir, es un término que en español se está conocido sobre el desarrollo del científico de la cultura, de la cultura de la cultura, de la cultura, del tradición de la cultura, y en Argentina y todo en Latinoamérica, y en Latinoamérica. И некоторые вопросы поднимались вообще в культурной жизни нашей диаспоры, в которой принимают активное участие многие и творческие коллективы, и, безусловно, заслуга всех коллективов в том, что объединяемся, общаемся, создаем что-то совместно, какие-то мероприятия, и мы уже представляем собой какую-то определенную силу. И вот чрезвычайный посол Российской Федерации Дмитрий Валерьевич Феоктистов, он как раз-таки обращался к нашим соотечественникам с тем вопросом помощи, так сказать, что если они слышат или читают в аргентинских средствах массовой информации какие-то недостоверные факты о нашей исторической родине, России, и они просят, чтобы мы не оставались безразличными, чтобы писали письма в редакции, на телеканалы и возражали о том, что это недостоверная информация, чтобы к нам больше прислушивались. Вот такой тоже стоял разговор на 13-й конференции российских соотечественников. И также за кадром, это важные теми, для нашей коллективности, наш ассора эра, у нас, кем, память о том, работе и тянестерии много людей в данных заставах, которые пользуются за наши люди, иначе их было номером, и у них было очень много моментов, Очень эмоционально. Я продолжаю говорить, Нона, о том, что мы будем говорить, мы будем говорить о нашей школе, в нашей Республике Аргентин. Конечно, это очень важная история. И это тема, очень важная история, который я хочу, чтобы сегодня слушать, потому что в вечернем, в вечернем, и в прошлом году, мы заявили, что мы будем делать школы-пилоты, в базе того своих свойствах для того, пилотно, что каждый город в этом стране, если он ехалировал, то есть в облигации, вономизирует русский язык, он будет брать материалы, чтобы посмотреть, что они уже работают, мужчинам воронежателю русского языка в их школу. То есть они получают все activism и будем смотреть до того, чтобы построить наши родственные школы, чтобы ваше время учить в испанском и ваше время учить в русском. Потому что, в таком случае, все, что могут учить сегодня, есть программа для учения в России, есть программы для учения в России, но если мы не можем учить школы, чтобы проверить нашу диплома, то это будет очень сложно, чтобы они могут учиться в студию. Так что есть программа для переселения и обучения в России. И эта программа очень важна, именно когда у нас начнутся функционировать наши школы на базе, по крайней мере, аргентинских школ, которые уже функционировали здесь. В общем, нам предложили, сказал этот посол Калдерзайте, делайте, поэтому нам все карты в руки, но она в этот раз. И мы будем работать в этом направлении. В личной беседе Дмитрий Валерьевич Феоктистов пообещал нам, что в июне месяце он сам лично придет на нашу программу «Наш огонек», и мы сможем с ним поговорить на все темы, более вот так вот приватно. Так что задавайте нам вопросы, todas las preguntas que quieren hacernos, препараемся para esa visita que nos va a hacer el embajador. Entonces, para esta época, nosotros, después de las de Buenos Aires y Reblarуссия, «О, la que va a hacer el día 9 de ayer». «Нет, у нас будет 4-го». «Нет, я говорю, 9 июня у нас будет «Матушка Русс». «Почему? 8-го, по-моему?» «8-го, 8-го июня». «А, блинешний турец фестиваль». «Он обещал нам после «Матушки Русс» прийти. В очередь, пока подготовиться к «Матушке Русси», там вот еще будут заняты в июне месяце, после праздника «Матушка Русси». «Ну, я думаю, что мы будем сообщать об этом, безусловно». Вот, и что, задавайте нам вопросы, что бы вы хотели услышать, чтобы о чем мы спросили нашего посла, о того, чтобы, чем он может быть, как бы, потому что вот этот день, мы как бы сконцентрируем все ваши вопросы, все наши беседы. В общем, мы подготовимся к этому моменту, поэтому, пожалуйста, используйте нашу программу для того, чтобы рассказать, услышать те ответы на те вопросы, которые мы будем задавать наша диаспора здесь, в Аргентине. Я хотела бы сейчас немножечко вас вернуть опять в нашу студию, потому что у нас время, конечно же, не всегда ограничено, у нас есть гость, которого мы представим, но на данный момент мне бы хотелось бы рассказать еще раз о наших спонсорах, в спонсорах Элель Хаос Агентства, которые предлагают вам в прямом эфире по онлайн-трансляции 5-го, по-моему, 5-го, да? Сейчас мы посмотрим, уточним. 5-го мая, 18 часов состоится онлайн-трансляция по сайту, где они будут рассказывать в прямом эфире с вами и отвечать на вопросы по их проекту вложения инвестиций, так сказать, в строительство, в кирпичи, о том, что мы говорили здесь в студии не раз, и будут они об этом говорить более развернуто, отвечать на ваши вопросы. Я хочу вам напомнить о том, что инвестиции начинаются буквально уже от 2 тысяч долларов. Вот, как раз вы увидите на экране, на заставочку, она говорит, нет, простите, я ошиблась с числом, это будет, это четверг, 2-го числа, 2-го мая. Да, 2-го мая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 не буду конечно много рассказать об этом агентства потому что времени действительно мало, но хочу сказать, что очень интересный проект, который предлагает эта компания, этот проект называется LL01 Rojas 372, это строительство домов по проспекту Кабажита, не только домов, но и гаражей, и также интересные удобства он предлагает, и датский дизайн, я думаю, что вы сможете увидеть проект, если обратитесь напрямую в агентство, в этом агентстве служат квалифицированные специалисты в каждой области, и сам лично обслуживает это агентство, сам директор, вы можете всегда встретиться с Хаакином и пообщаться. Если у вас, может быть, слабый испанский язык, там у нас представитель наши русскоговорящие, поэтому он может спокойно проконсультировать на русском языке подробности, и это проект, который сейчас очень интересный, это очень хороший район Кабажита, один из самых престижных районов в Буэнос-Айресе, и как раз на улице Rojas 372 открывается этот проект, он сам по себе очень интересный, красивый очень дизайн на это вот квартир, и в общем, и как раз этот момент, потому что вот намного ниже стоимость, когда в начале проекта входит, и уже как бы он обилитирован, он уже зарегистрирован, он разрешен, и уже начали строить фундамент, поэтому в общем, это реальные проекты, которые вы можете проконсультироваться. Действительно, по ценам это агентство дает очень хорошие, самые низкие цены, они делают анализ цен и предлагают свою цену самую низкую. Я хочу вам еще раз напомнить о том, что компания LL House является аргентинско-датской компанией, и дизайн тоже у них, в общем-то, в датском стиле. Они используют очень много благородных материалов, им очень нравится дерево, им очень нравится именно не отходя как бы от природы, им очень нравится, чтобы природа не было просто все пустые стены, не было просто цемент, а чтобы выход было много зелени, было много дерева, в общем, очень интересный проект. В общем, у нас сейчас мы должны зайти на рекламу. После рекламы мы посмотрим сразу же, не выходя в студию, репортаж про булки с Анатолием Немовым, и потом вас познакомить с нашим гостям. Оставайтесь с нами, и мы... Анатолия Немов на передаче. Я просто за ним заськучилась. Ну чё ж, тогда... Ну что ж, тогда... Ну, бери, всего Антолия Немов, и потом нашим гостям, но, репортаж и встречаемся ярком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова